Да, Господь достоин славы и благословен народ, у которого Господь есть Бог, написано, да? Он дает будущность и дает надежду. Слава нашему Господу. Хочу проповедовать на тему «Слушайся голоса Христа». Пусть Господь благословит нас. Порассуждаем над двумя историями из Библии. Первая записана в Евангелии Иоанна в пятой главе. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-ефрейски Вефезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господь по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит, уже долгое время говорит ему, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему, так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему, встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, мне должно тебе брать постели. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. И исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой, у чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И дальше говорится, что искали Иисуса убить. Вот мы видим человека, который 38 лет. И была проповедь о том, что однажды, вот он 38 лет ждал этого самого главного дня своей жизни. Однажды он встречается с Иисусом Христом. И в этот же день он получает исцеление от болезни, которой 38 лет болел. Этот человек не потерял надежду. Я не знаю, все ли 38 лет он в этой купальне был, все ли эти годы, движение было воды при сошествии ангела. Но он не потерял надежду спустя 38 лет. Он приходил, этот день настал, и он получил, чего ждал 38 лет. Я имею такую привилегию, наверное, приносить причастие брату нашей церкви, Морозову Ивану Ивановичу. Насколько я знаю, он 49 лет находится в болезни, 50-й год, полвека. И этот человек, я вам скажу, он не потерял надежду. Слава нашему Господу! И вот 10 стих. Когда этот человек поднялся, поверил в Слово Иисуса Христа, взял постель, пошел, и написано, иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постели. Иудеи! Богом избранный народ. Для того, чтобы в этом народе от Авраама Бог ввел эту линию родословную. В Египте там они могли погибнуть во время голода, они там были спасены. Потом вывел Бог через Моисея. И все к тому, чтобы Иисус Христос пришел в этом народе. И у них вот такое отношение. 1.11 Евангелие написано, пришел к своим, и свои его не приняли. Вот каково было Иисусу Христу, помимо всего, что Он страдал физически, эти издевательства, но Он это принимал от Своих. Я уже говорил об этом, может и не раз, простите меня, кто будет слышать мне первый раз, но я повторюсь, просто чтобы мы могли оттенить, насколько дорого вот именно отношения свои. На истоках во вторник об этом рассуждали. Когда у тебя есть свои. Когда у тебя есть свои. Когда дед мой Василий Павлович освободился из лагеря, и вот он с Сахалина перебрался на материке, идет домой позади 8 лет. Я уже об этом говорил, постараюсь сократить. Просто один момент. Оттенить, вот насколько дорого человеку свои. Он не был эмоциональным человеком, легко поддающимся там эмоциями и так далее. Вот он, он говорит, захожу в селение и темнеет. Говорит, а видно, наверное, погода была холодная. Не невидимая, а была холодная. Потому что, если я понимаю, если меня никто не пустит хотя бы на сеновал, до утра я не доживу, я замерзну. Как вот было бы обидно, представьте, да, весь еще путь, весь Советский Союз пересечь, надо, чтобы добраться до дому, но выжил в лагере, ни в одном причем. И вот кажется, вот так банально где-то замерзнуть под забором. Конечно, шел молился. Там крепкие такие, ну, как это сказать, усадьбы, заборы высокие, все. Иду и молюсь, Господи, ну, чтобы хотя на сеновал пусть. Как-то зашел с края, то ли света не было, то ли ничего внутри не екнуло стучать. А вот подумаем со стороны людей, ну, пусти человека, да, пусти. Ну, что там по нему, по нему видно, откуда он идет. Только, может быть, номер был спор от стилогрейки. А кто знает, в сапоге, может, у тебя финка. И ты ночью можешь всех вырезать, ну, разве не так? Еще, по-моему, один дом прошел, и она на третий. А там мне рассказывают, ему уже было много лет. Прошло с этого момента, я потом пытался подсчитать где-то около 60 лет. Он спокойно рассказывает, мне уже, еще после того, недолго уже прожил. Говорит, ты знаешь, захожу, стучу. Человек выходит довольно быстро, открывает. Что вы хотели или что хотите? Отпустите переночевать. Я еду домой. Хоть на сеновал. Нет, пойдем в дом. Захожу, говорит, в дом. В этот момент его голос дрогнул. Говорит, Саша, захожу, говорит, а там свои. Саша, захожу дальше, говорит, а там собрание. Я, говорит, прохожу, а там хлебопреломление. В этот момент потекли слезы из глаз. Бог привел к своим. А каково Иисусу Христу было, представьте, он пришел к своим. И эти иудеи, это не филистимляне, это не римляне, не еще там какие-то люди. Он поднял их, ну, брата, собрата, да? Поднял парализованного 38 лет человека. А они к нему подходят, говорят, тебе не должно брать постели. И вот ключевой момент этой проповеди всей будет, 11 стих. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Они обвиняют, на субботу ты нарушаешь. Он отвечает, кто меня исцелил, тот мне сказал. Кто меня исцелил, тот мне сказал. Иногда право сказать человеку что-то важное, друзья, дорогие, нужно заслужить. Мы порой так легко говорим серьезные вещи. Этот человек, он никто на это не мог возразить ничего. Говорят, кто меня исцелил, тот мне сказал. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе. Смотрите, как хитро они отвечают ему с хитростью. Они опускают первую, эту самую важную часть. Они даже не интересуются у него, кто тебя исцелил, покажи, как, от чего тебя исцелил. Они его знали, не знали, мы не знаем этого. От насморка на тебя исцелили, как мы слышали, парализованного человека полностью. Тот, кого друзья принесли, я понимаю, почему Иисус говорит, видя веру их. Парализованный человек, кто сталкивался, кто поймает в первую очередь головного мозга, в него в первую очередь страдает речь. Он, возможно, вообще был неговорящим человеком вследствие этой болезни. Они говорят, а кто, который сказал тебе сомнения посеять? А кто? Он просто сказал тебе. То есть ударение не переводят, акцент переводят не на исцеление, а на то, что он сказал, а что сказал? А сказал нарушить закон. Значит, он смутьян. В связи с этого человека посеять сомнения хотят. Но тот человек говорит, кто меня исцелил? И у нас в церкви были свидетельства миссионеры, которые в Китае, которые в Индии где-то, где культура совершенно не наша. Где пища, еда совершенно не наша. И они говорят, когда где-то получается собрать, может быть, семья где-то, может быть, соседей еще позовут, там, родственников, где-то общение, как люди Востока, как люди такой, ну, традиции, они сначала угощают. Говорят, такое подают. Не то, что есть, смотреть на это непросто. Но, говорит, едим. Потому что после этого они начинают тебя слушать. А так вообще не будут слушать тебя. Они поймут, что ты себя ставишь выше, ты с ними не разделяешь хлеб, хотя там и хлеба, наверное, нет. Там могут подать каких-нибудь кузнечиков сушеных, и это будет нормально. И это будет деликатес. В ихнем понимании. То есть сеять сомнения в его душе. Вот только поднялся, только встал на ноги. И часто так бывает даже вот через мысли наши, через людей, тебя Бог исцелил. А то можно сказать, да ну что ты там, там по тебе лекарства, там курс лечения, там диагноз наконец-то правильный поставили. И как важно в этот момент понимать, Бог меня исцелил. Вторая история. Девятая глава Евангелия Иоанна. Тут выборочно буду считать. Сначала. «И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Ученики его спросили у него, Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал, не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. «Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать». Дальше с шестого. «Сказав это, он, плюнув на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому. И сказал ему, пойди умойся в купальне Силаам, что значит посланный. Он пошел и умылся и пришел зрячим. Тут соседи, и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни. Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я». Тогда спрашивали у него, как открылись у тебя глаза. Он сказал в ответ, человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне, «Пойди на купальню Силаам и умойся, я пошел, умылся и прозрел». Тогда сказали ему, где он? Он отвечал, не знаю. Повелись его бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Дальше шестнадцатый стих. «Тогда некоторые из фарисеев говорили, не от Бога этот человек, потому что он не хранит субботы». Другие говорили, как может человек грешный творить такие чудеса? «И была между ними распря». Опять говорят слепому, ты что скажешь о нем? Потому что он отверз тебе очи. Он сказал, это пророк. Из двадцать девятого. Опять же слова этого человека исцеленного. «Мы знаем, что с Моисеем говорил…» Нет, это еще. Это еще они ему говорят, фарисеи. «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он». Человек прозревший сказал им в ответ, «Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он ответствует не очень. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает». Тоже видим купальню, тоже больной человек, получивший исцеление. И тоже суббота. Мы слышали, однажды день. Однажды Бог дает какой-то день нашей жизни для чего-то. Хотя каждый день написано, сотворен для славы Божьей. Но Иисус сказал, мы читаем в четвертом стихе, «Мне должно делать дела, послать, что у меня доколе есть день». И этот день была суббота. И Иисус готовил этих людей, этот народ, оторвать уже от закона Моисеева. Хотя это уже не было закона. Он закон нарушаешь. Ты о субботе. Это уже была сильно расширенная версия закона Моисеева преданиями старцев. Там столько уже было напихано пунктов туда. И шагов сколько в субботу пройти можно и больше. И много-много чего. И Бог, и Иисус, Он часто говорит, в субботу, если упадет тебя во в яму, что ты не будешь вытаскивать его? Он их ставил, к размышлению подводил. Что есть же вещи, которые все равно делаются. И Он говорит, что в Луки 2, 27. И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин из субботы. Он уже их готовит к Новому Завету. Теперь поговорим о нас. Мы призваны проповедовать Евангелие. Мы призваны проповедовать Слово Божие. Почему? От Него мы слышали, этот стих сегодня читался. Вера спасающая. Вера от слышания Слова Божьего. Ко спасению души через жертву Иисуса Христа. И мы порой, это особенно бывает, почему-то, когда мы молодые христиане. Почему-то с возрастом у нас это как-то гаснет. Мы становимся такими знающими, но так трудно отверзнуть уста и кому-то начать говорить. А может быть такое? Когда, может быть, где-то, знаете, чересчур рьяно, кому-то мы вообще, знаете, ну, веру и доказать, наверное, невозможно. И как-то по-человечески убедить так сильно. Здесь Дух Святой работает. Нам это важно понимать. И когда мы человеку говорим, написано, написано, и порой можно совершенно не задумываться, а в его порядке вещей, а в его мировоззрении, это аргумент вообще или нет? Если бы кто-то тебе пришел и в газету, тыкал бы, написано же, а ты как христианин, верующий человек, ты тебя-то убеждала бы. Нам порой так трудно поставить себя на место того человека, кому мы проповедуем Евангелие. Убедительны ли для него эти слова? К сожалению, в нашем просвещенном 21 веке Библия для многих людей в наших христианских так называемых странах, она не авторитет. Как бы это ни прискорбно нам было слышать. Подумаешь, написано, а тысячи лет прошли, а столько раз переписывалось, а переводы. Интернету, которому 20, может быть, чуть за 20 лет верят, Библии, которая уже почти вся исполнилась в своих пророчествах, нет. И нам это надо учитывать и сильно молиться, когда говоришь. Когда что-то спрашивают тебе, не нужно надеяться на разум свой, помолись. Господи, что сказать? Но пусть нас это не разочаровывает, не удивляет, не тем более не пугает. Мы живем среди поколений последнего времени. И об этом Петр говорит, какие люди будут. Второе послание, 3 глава, 3-4 стихи. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же, как в одни лота, как в одни ноя. Так же будет этот день. Он будет вот этот день однажды, но он, вот он у него ловимо придет. Не высчитаешь, как столько не пытались и по сей день, может, пытаются. Это древняя уловка врага, как к этому человеку, исцеленному укупанию после 38-летней болезни. Посеять сомнения. От самого начала враг эту избрал стратегию. Бытие, 3 глава, змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешься ни от какого дерева в раю. И дальше она начала говорить, как Бог сказал, и так далее. А 4 стихи сказал змей жене, не, не, не умрете, если сидите. Потому что она вышла и говорит, Бог сказал, умрем, если будем есть. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло. И по сей день человек стремится быть, как Боги. Но смысл такой, подлинно ли сказал Бог? Кто тот человек, который сказал тебе? Вообще, как будто они слышали, что он говорит, меня человек, который меня исцелил, кто меня исцелил? Я 38 лет лежал, и никто мне не помог. Свидетельствуйте, делая ударение на первой части, беря пример с этого человека. И Иисус меня исцелил. И дальше примеры свои приводите, личные. Если исцелил от болезни, поделитесь. Если духовно, как, насколько можно на ихнем уровне, объясни тоже, что ты стал другим человеком. И Иисус сам так наставлял. Марка, 5 глава, 15 стиха. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшись, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Духовное страшит людей, которые не возрождены. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватыми и о свиньях. И начали просить Его, чтобы Он отошел от пределов их. И когда Он вошел в лодку, бесновавшись, опросил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус не дозволил Ему, и сказал, иди к Своим, и расскажи им, что сотворил с тобою Господь, и как помиловал тебя. Дальше мы читаем. И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с Ним и Иисус. И все удивились. Говорит, рассказывай, что с тобой Бог сделал. С этого ты можешь начинать. Еще у Луки, это история, где описано, в 8 главе, 39 стих. Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, даже не только в доме своем, что сотворил ему Иисус. Самарянка. Когда с ней имел разговор Иисус, как она поступила. Женщина не более таки интуитивна, она почувствовала, как нужно быть. Которая была презираема в своем городе. 28 стих. Тогда женщина оставила водоносство и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? Из 39. И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там два дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили, уже не по твоим словам веруем. Ибо сами слышали и узнали, что он истинно спаситель мира Христос. Смотрите, но все равно начали верить по ее словам. Потом пошли искать встречи с ним, встретились и поверили по-настоящему. С ее простого свидетельства. Вспоминается одно. Василий Михайлович Кредич рассказывал. Один брат после репцентра, он или в Кобрине жил, или там он учился, точно не знаю. Курс сохрановщиков, по-моему. Вот он только выпустился, надо было профессию приобретать, работать. И там один, вот как-то там, ну как это бывает, я не знаю, может где-то там за знакомство предложили, или еще что-то, он отказался. Я христианин. И один так вот за это взялся. И постоянно, говорит, и ты вера, и секта, и что только наша. Одна из традиционных, такая правильная. И говорит, томился, и молился, и Господи, ну что ему. Вот он потом уже Василию Михайловичу рассказывал. И Бог дал, как сказать. И он опять один раз начал там на перемене при всей этой аудитории, что не такая неправильная церковь. Это я ему сказал, говорит, знаешь, говорит, у нас в церкви Бог освобождает от алкоголя, освобождает от наркотиков. Бог исцеляет. У нас крепкие семьи. А у вас? Опустил голову. Больше никто эту тему не затрагивал. Бог знает, как проговорить. Иоаннгелия Иоанна, 10 глава. Со 2 стиха. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему преддверник отворяет, и овцы слушаются голоса его. И он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Иисус говорит о себе здесь. Пастырь овцам, входящий дверью. Мы слышали проповедь недавно. Бог открывает дверь, стучит в дверь из сердца, открывает человек. Он входит дверью. И когда он для меня становится пастырем добрым? Я понимаю, что он умер за меня. Я понимаю, что он умер вместо меня. И никто, как бы не хотел, из самых дорогих и близких мне людей, никогда, при всем желании, не сможет сделать для меня то, что сделал Иисус. Я это понимаю. Поэтому я принимаю твердое решение повиноваться его голосу. Пастырь, он ведет пасту. Дальше в этой жизни жить по его слову. Слово это теперь написано, переведено на нам, понятный язык, слава за это Господу. Через нее он ведет меня по жизни. А личный и духовный опыт какого-то у человека он только начался в первый день. С того, что говорит, кто меня исцелил, тот мне сказал. Встреча, исцеление и дальше слово. Как наставление, как жить дальше. Он приобретается в отношениях с Иисусом Христом. В тесных отношениях. Я в воскресенье там даже немножко в братскую группу написал. Был дома один, что-то так, но у меня какая-то ностальгия нашла. Я думаю, поздравлю, Новый год. Набрал брату в Воронеж, не ответил. Набрал в Самару, там тоже родственники, тоже нет. Ну, дальше на армейских друзей перехожу. Звоню в Оренбург. Человек 1 января, он практически трезвый. Это было так удивительно. И так меня обрадовало. И он так загорелся. Он так меня благодарил. Говорит, но обычно мы пишем открытки. Ты позвонил. Он несколько раз мне сказал, что ты позвонил. Так его тронуло. Он тут же организовал конференцию. Еще в Калининград на было. Мы вдвоем прообщались, там наш сержант. Мы все в одном отделении были. Мы все одного призыва. Это было давно. Мы после армии ни разу не встречались, но, знаете, это сплачивает. Пережитые в месте трудности, они сплачивают. Потом уже тот Калининградский отсоединился. Я говорю, тут из бани, тут у меня уха, тут это извинился. И мы дальше продолжали вдвоем. Он говорит, у меня жена ходит в православную церковь каждое воскресенье. Я говорю, хорошо, слава Богу. А я говорю, сам не сильно набожный человек, но ты знаешь, понимаю. Ну, я простой, говорит, сварщик, там дом вышел показывать мне, там теряются контуры где-то в темноте. Там гараж такой, что можно фуру поставить. Ну, он говорит, знаешь, я понимаю, что без Божьего, как-то он так выразился, ну, не было бы этого. Ну, да. И я ему так, ну, Бог положил, говорит, наша набожность. Это, говорит, говори с ним, как мы с тобой сегодня говорили, мы довольно долго общались. Вот говори с Богом каждый день. И ты знаешь, говорит, недолго придет время, и ты начнешь, он тебе начнет отвечать. Ты начнешь это слышать, ты начнешь это понимать. Я говорю, он умер на кресте, чтобы такие простые люди, как ты и я, жили, жили вечно. Высилает мне ответ на эти слова. Говорит, ты меня убил этими словами, тут уже я растерялся. Что такое? Говорит, они прямо в сердце проникают. Понимаете, что? Нам нужно говорить. Нам нужно говорить то, что пережито. Нам нужно говорить с молитвой. Не просто надеяться, что я вот так красиво могу сказать, что там сработает. Вот если только такая одна мысль пришла, и ты мне не показываешь, и не сработает. Не сработает. А Дух Святой, Он будет разрушать ложные стереотипы в их мировоззрении. Как когда-то Владимир Аркадьевич говорил, братцы часто об этом вспоминают. Вот такая-такая ситуация. Как поступить, не знаем, трудно. Да, мы будем молиться и посмотрим, что будет делать Дух Святой. Слава нашему Господу всегда. От самого начала, да, Он носился над водой. Дух Святой на земле, Он продолжает трудиться. И пусть Господь поможет быть в этих отношениях с ними. Тогда знаете что? Кто бы нам, как оппонент, не начал что-то говорить? Да не то, да это не так. Какой Бог и где Бог? Да ты можешь сказать, как кто-то свидетельствовал. Как ты можешь говорить, нет Бога? Я с Ним утром сегодня разговаривал. Как ты можешь говорить, ну даже если ты можешь говорить, что у вас в церкви одни алкоголики, это не наркоманы. Да, но это бывшие алкоголики. Бывшие наркоманы. Если же так, только вы это только видите. Потому что для таковых, последнее место Писания читаю. Какое слово звучит? Псалом 94, 7 стих. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паства Его, и овцы руки Его. А если бы вы ныне послушали Глаза Его, ты можешь говорить, что Он мой Бог, мы овцы паства Его. Если бы ты их послушал и принял, и ты будешь иметь то же самое благословение, которое имею я. Друзья, друзья, дорогие, пусть Господь благословит всех нас. Это место Писания. Кто меня исцелил, тот мне сказал. Как и Иисус для тебя, для меня не сделал, еще раз повторюсь, никто столько. Никто за тебя не умер, никто не стал своим спасителем, никто не стал твоим искупителем и не может стать. И вот дальше звучит, а вот что Он мне говорит? Да, Он меня освободил от того и от этого, и много раз исцелял, и много раз помогал, и еще много чего делал, я понимаю это. А вот то, что Он говорит мне? Или только я тоже избирательно так же, одну сторону выбираю или одну половину, или одну часть. Что Он мне дает? Мне это нравится, я принимаю. И могу ли я, когда человек повторить, вот кто меня исцелил, тот мне сказал. Поэтому, да, был закон до этого, но Он мне сказал, бери постель, иди. Я иду, взял и иду. И не важно, что люди скажут. Не они меня подняли. Пусть это татье восьми лет паралича. Пусть Дух Святой поможет сегодня. Пусть поднимется в нашей памяти, в нашем сердце то, что Он сделал. То, что когда тебя приводило в восторг, приводило к слезам на твоих глазах. Ну, может быть, прошли годы, и как-то вот так вот. Пусть будет так, как было у моего деда. Шестьдесят лет прошло. Не было плача Ярославной там по трудностям. Но, говорит, вот то, что Бог делал, вот это трогало этого человека уже старого. А там свои. Он понимает, что Бог привел. Сын мой, я тебя сохранил на урановых рудниках. А теперь ты едешь домой. И не бойся, не замерзнешь. Под забором. Привел туда, где свои. Когда Бог тебя приводит в церковь, трогать ли тебя, что здесь свои? И по вере, которые в одном духе, которые также исцелены Господом и спасены. Драгоценна ли их участь? Или только твоя тебе нравится? Ты спасенный и такой хороший. Но ведь мы здесь все в этом положении равны. Слава Ему за все. Давайте встанем на наши ноги. Будем молиться. Если кто-то нуждается в молитве, я сразу и нужды скажу, чтобы мы в этой молитве сегодня у сестры нашей Зои Федотовой умер муж Сергей. Будем молиться, чтобы Бог помог пройти эту скорбь. Сергей Орехов в больнице находится. Мы слышали брат Михаил за дочь Марину, за ващилка Владимира Ильича будем молиться. Просят помолиться за Николая, который долгое время в запое, чтобы Господь установил. Сестра Наталья Дмитрович сломала руку, просят поддержки в молитве. Сестра Валентина просит, чтобы Господь богословил дочь Таню. Продолжение следует...